Альтернативный способ приготовления брокколи Когда я преподавал студентам-медикам в Тафте, я читал лекцию об удивительном новом лечебном препарате под названием «Молокорп». Я рассказывал о новом достижении науки, несравнимом потенциале, безопасности, и когда уже все они срывались с места, чтобы накупить акции и начать прописывать его своим пациентам, я раскрыл, что из-за своей дислексии произносил слово задом наперед. Все это время я имел в виду брокколи. Сульфарафан считается активным ингредиентом брокколи, который защищает мозг, защищает зрение, защищает нас от свободных радикалов. Буддит наши ферменты детоксикации, помогает предотвратить рак и способствует его лечению. Например, я рассказывал, как сульфарафан воздействует на стволовые клетки рака груди, но еще я говорил о том, что зачатки этого соединения химически похожи на вспышку. Прекурсор должен соединиться с ферментом брокколи, который теряется при готовке. Это объяснило бы резкое подавление роста раковых клеток от сырой брокколи, цветной и брюссельской капусты. Но почти никакого эффекта, приготовленный в кипящей воде, в микроволновке или на пару, за исключением брокколи из микроволновки, чуть-чуть сохранившей противораковое качество. Но кто будет есть сырую брюссельскую капусту? Я поделился приемом, как сохранить достоинство сырого продукта приготовки. В сырой брокколи, когда предшественник сульфарафана под названием глюкарафанин смешивается с ферментом мерзиназой, потому что вы ее нарезали или разжевали, при достаточном времени, например в желудке, ожидая переваривания, рождается сульфарафан. Теперь прикурсор устойчив к нагреванию, как и конечный продукт, но фермент разрушен. И без фермента сульфарафан не формируется. Именно поэтому я рассказал о технике «нарежь и подожди». Если вы сначала мелко нарубите брокколи, брюссельскую цветную или обычную капусту, и затем подождете 40 минут, то можно и готовить сколько и как захотите. Сульфарафан уже сформировался, фермент уже отслужил и больше он вам не нужен. Например, когда большинство людей готовят суп из брокколи, они делают это неправильно. Большинство сначала готовят брокколи, а затем используют блендер или процессор. Но теперь мы знаем, что нужно делать с точностью да наоборот. Сначала блендер, затем ждать, затем готовить. А если мы используем замороженную брокколи? Вот уровень сульфарафана, обнаруженного в организме человека, появшего суп из свежей брокколи. Попадает в кровь практически мгновенно. Вот это после заморозки. Коммерческая замороженная брокколи не способна формировать сульфарафан, потому что у бланшированных, быстро приготовленных перед заморозкой овощей ферменты намеренно деактивированы. Это продлевает срок годности замороженных продуктов. Но к тому времени, когда вы вытащите их из морозильника, фермента уже нет. Так что не имеет значения, сколько вы рубите или как долго ждете. Никакого сульфарафана не будет. Возможно, именно поэтому свежая капуста подавляет рост раковых клеток в 10 раз сильнее, чем замороженная. А в заморозке все еще присутствует прекурсор, тот самый термостойкий. И можно сформировать много сульфарафана из замороженной брокколи, добавив экзогенный фермент. Но где же найти фермент мирозинаны? Ученые нашли его в химической лаборатории, но нам достаточно зайти в продуктовый магазин. Вот еще один крестоцветный овощ – листовая горчица. У всех крестоцветных есть этот фермент. Листовая горчица вырастает из маленьких семян горчицы, которые вы можете купить в молотом виде в отделе специй и приправ. Так что же, если посыпать горчицей приготовленную замороженную брокколи, она начнет формировать сульфарафан? Мы не были уверены до этого момента. Кипячение брокколи предотвращает образование каких-либо значительных уровней сульфарафана из-за инактивации фермента. Однако добавление молотой горчицы в брокколи, прошедшей термообработку, значительно увеличивает формирование сульфарафана. Вот количество сульфарафана в вареной брокколи. Это то, сколько вы получите, добавив чайную ложку горчицы. Довольно много, как насчет половины чайной ложки. Примерно такой же результат, что означает, можно добавлять и меньше. Домашняя готовка брокколи приводит к инактивации мирозинаны и не позволяет формировать сульфарафан. Но добавление молотой горчицы к приготовленным капустным овощам обеспечивает естественный источник фермента. И получается, что вы как будто едите их сырыми. Итак, если вы забудете нарезать капусту с утра или используете замороженную, просто посыпьте горчицей, подавая на стол. И готово. Или редькой дайкона, или хреном, или васаби. Все крестоцветные содержат этот фермент. Здесь использовали четвертинку чайной ложки на 7 стаканов брокколи. Так что даже щепотки хватит. Или вы можете добавить немного свежей зелени в приготовленную зелень. Верно. Потому что у свежей зелени есть тот фермент, который воздействует на прекурсор в приготовленной зелени. Первое, что я делал утром, это нарезал зелень на весь день. Чтобы когда пора обедать и ужинать, они были в самый раз по стратегии «нарежь и подожди». Но теперь с этим горчичным методом мне больше не нужно нарезать заранее. Субтитры создавал DimaTorzok